Это трек про искусственный интеллект в кибербезопасности. У нас уже прошла первая половина докладов, где мы поговорили про безопасность языковых моделей, про безопасность банковских приложений, мошенничества и много всего другого. Нас ждут не менее интересные доклады. Да, не менее интересные. И следующий наш доклад, мне кажется, суперактуальная тема для тех, кто… Знаете, есть традиционные проблемы, что одни не хотят обмениваться данными, другие не хотят обмениваться модельками. И как эту проблему решить, нам расскажет Петр Емельянов в своем очень интересном докладе. Поприветствуем. Сейчас нажимаем кликер и микрофон. Кликер еще. Напомню, что за интересные вопросы у нас есть подарки, так что внимательно слушайте и задавайте вопросы, которые вас волнуют. Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Петр. Я работаю в компании Blumtech. Компания Blumtech – компания достаточно молодая. Я бы даже сказал, это финтех-стартап, который занимается разработкой систем совместных конфиденциальных вычислений для банковского сектора. И сегодня я хочу достаточно коротко рассказать о том длинном пути, который мы прошли от идеи, вообще говоря, достаточно дерзкой идеи, до готового полнофункционального продукта. Начну я немножко издалека с вещей достаточно абстрактных и постепенно по ходу пьесы буду уровень абстракции снижать и переходить к необходимым частностям. Итак, совместные конфиденциальные вычисления. По-английски это стало быть MPC, Multi-Party Computation. Звучит круто, но какую задачу это вообще решает и зачем нужно? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте представим, что есть три абстрактных человека Алиса, Боб и Мэлори. Эти люди достаточно скрытные и у них друг от друга есть секреты. Вот предположим, у Алисы есть некое секретное число x, у Боба число y, у Мэлори число z. И задача вычислить некоторую функцию f от x, y и z, но так, чтобы наши друзья не узнали чисел друг друга. Другими словами, Алиса не должна получить никакой информации об y и z, Боб об x и z, ну и Мэлори, соответственно, об x и y. Функция f – это единственное, ну результат функции f – это единственное, что будет открыто участие в вычислении. При этом функция f может быть чем угодно, ну чем-то, например, простым, типа арифметического сложения или что-нибудь посложнее, например, обучение и инференс нейронной сети. И, казалось бы, что может быть проще? Пусть наши три друга выберут некую третью надежную сторону, договорятся ей доверять, отдадут ей свои числа, и, собственно, эта третья сторона сможет вычислить все, что угодно, любую функцию f от x, y и z и вернуть результат вычислений хозяевам этих x, y и z. Вернуть, скорее всего, сильно небезвозмездно. Такие решения на рынке есть уже очень давно, и, более того, некоторые, особенно крупные игроки рынка данных, выходят с такими инициативами и сегодня. Я ни в коем случае не говорю, что они плохие, но, во-первых, это никакие некондиционные учисления, во-вторых, это опровергает коллективное, бессознательное про яйца, сложенные в одну корзину, и, в-третьих, это просто скучно. Здесь нет пространства для инновации, старое доброе доверие, основанное на авторитете, плюсы и минусы которого всем давно известны. Поэтому этот путь не наш, мы будем решать задач по-другому. Давайте уберем из уравнения третью сторону. Утверждается, что можно построить некоторый математический протокол, следуя которому наши друзья смогут вычислить свою функцию f от x, y, z самостоятельно, вообще без какой-либо третьей стороны, без необходимости доверия кому-то третьему. Такой протокол можно построить для любой функции f, чем бы она ни являлась. Ну и понятно, что такой протокол будет предусматривать некоторый информационный обмен. Но обмениваться наши друзья будут не своими секретными числами x, y и z, а некоторыми шифротекстами, конкретнее случайными числами, которые статистически неотличимы от случайных чисел из равномерного распределения. Как я уже сказал, построить такой протокол можно для любой функции, чем бы она ни являлась. И вот все семейство этих протоколов и называется протоколами совместных конвенциальных подчислений. Мы в LUMTECH развиваем, исследуем, занимаемся такими протоколами уже достаточно давно, и, что немаловажно, пытаемся, пока просто пытаемся, решить с их помощью некоторые практические задачи. Ну, начиная от агрегации медицинских данных и заканчивая суммарным временем работы московских таксистов. И вот где-то года два назад мы в известном смысле приняли историческое решение и пошли в финтех, потому что деньги любят тишину. И вот, что из этого получилось. Получилось, признаю, даже немного неожиданно для нас самих, целый класс систем, которые называются системы банковского конвенциального скоринга. И сейчас я попробую весь этот класс определить функционально. Для этого давайте заменим наших персонифицированных Алису, Бобу и Элис на банки. У банков есть клиенты, и банки про этих клиентов что-то знают. Пускай объем банковских знаний выражен в метриках x, y и z, где буква идентифицирует конкретного клиента, а индекс – это номер банка. Далее, банки могут делать запросы по конкретному клиенту и в ответ получать сумму метрик этого клиента, вычисленную по всем банкам одновременно. Ну, например, банк номер один может сделать запрос по мне и узнать, что вот у Пети во всех банках сразу сумма метрик равна, ну, скажем, 42. Зачем это нужно? Ну, банкам понятно. Потому что, вообще говоря, это прям суперценный источник дополнительных данных, которые можно положить в скоринговые модели и значительно улучшить уровень принятия кредитных решений. А еще можно, ну, например, достаточно точно, хотя я бы даже сказал ювелирно точно, предсказывать доходы своих клиентов. В общем, здесь достаточно много разных банковских задач, но не всякая система, которая обладает такой функциональностью, будет являться системой конвенциального скоринга. Потому что, когда мы говорим про банковскую сферу, появляется целый букет разных тайн, начиная от коммерческой и заканчивая, прости господи, банковской. Вообще говоря, вот эти все тайны – это понятия из, скорее, такого, знаете, юридического дискурса, и они, как правило, допускают некоторую дискуссию. Мы достаточно долго работали с банками, больше года, и мне кажется, очень важным результатом этой работы является то, что нам удалось сформулировать пять требований к безопасности к системам конвенциального скоринга. Эти требования на экране, мы очень скоро про них поговорим подробнее, а пока давайте просто зафиксируем, что любая система, которая обладает функциональностью с предыдущего слайда, но при этом удовлетворяет вот этим пяти требованиям безопасности, является системой конвенциального скоринга, и в ней не происходит разглашение разных страшных тайн. Это все прекрасно, но как это проверить? Как удостовериться, что некоторая система скоринга является конвенциальной? Как удостовериться, что в ней выполняются вот эти пять требований к безопасности? Ну, для этого нам потребуется еще один уровень формализации. Нам придется составить модель угроз и модель нарушителя, потому что, если этого не сделать, останется место для софистики и спекуляций. Ну, например, кто-то как-то в метро мне через плечо заглянул, я что-то делал в банковском приложении, это кто-то увидел баланс на экране моего телефона и громко на весь вагон загорещал, вот у Пети в таком-то банке столько-то денег. Первые два свойства безопасности нарушаются, моя банковская тайна разглашена. Казалось бы, это никакого отношения не имеет к системе, но свойства нарушены, а система не является конфиденциальной. И чтобы прям убрать вот такие, ну, и менее абсурдные разночтения, мы опять же с банками составили такие модель угроз и модель нарушителя. Эти модели достаточно объемные, такие толстые документы, поэтому прямо сейчас мы их обсуждать не будем, но просто зафиксируем, что все мои дальнейшие рассуждения будут сделаны, исходя из этих моделей. То есть, если я говорю, что в какой-то системе не нарушается страшная тайна, это значит, что соблюдаются пять свойств безопасности в рамках модели угроз и модели нарушителя. Вот теперь посмотрим внимательно на наши свойства безопасности и возьмем первые два. Конвенциальность метрик и анонимность обслуживания клиентов. Что это значит? Это значит, что никакой банк не должен узнать конкретные метрики конкретного клиента в конкретном банке. И более того, никто не должен узнать, в каком банке у этого клиента вообще открыты счета. Сейчас расскажу, как это решается в реализации от BloomTech. А вот так. Классический протокол MPC-сложения. Достаточно простой. Вот давайте представим, что есть некий клиент Боб. У него счета в трех разных банках. Вот в первом банке у него пять, во втором четыре, в третьем одна тысяча рублей. Задача узнать, а сколько же у Боба денег во всех банках сразу, но так, чтобы никто не узнал, сколько в каждом по отдельности. Легко. Выполняем протокол. Первым шагом все банки разделяют свои секретные значения в сумму трех случайных чисел. Одно из этих случайных чисел банк оставляет себе, два других отдает соседям по одному каждому. Когда все обменялись, идем на шаг номер два. На шаге номер два у всех по три случайных числа. С этими числами ничего особо не сделаешь, поэтому банки просто их складывают. И начинается шаг номер три. На шаге номер три у всех по одному числу, тоже случайному. Ну и уже видно, что вот эти три случайных числа в сумме дают 10. То есть банкам буквально остается вслух прокричать свои случайные числа. Вот они кричат, минус 30, минус 3, 43, слышат друг друга, складывают и получают результат. У Боба во всех банках сразу 10 тысяч рублей. Задача решена. Все обменялись исключительно случайными числами, но результат все равно получился верный. Ну, все гениальное просто, особенно если это гений. Нам было сложновато. И первая сложность здесь — это случайность. То есть если вы возьмете среднестатического программиста и попросите его сгенерировать случайное число, он напишет примерно вот такой код. Ну, во всяком случае, я именно такой бы и написал. Но доверите ли вы вот такому генератору случайных чисел, случайную энтропию для ключей шифрования, которым защищаются ваши банковские транзакции? Ну, вопрос как минимум дискуссионный. Потому что заранее неизвестно, какой источник физической энтропии использует этот генератор. Вообще, казалось бы, случайность. Что может быть проще? Ну, берем монетку, подкидываем, ловим, смотрим, что выпало. Ну, допустим, орел — это единица, решка — это ноль. Ну, и таким образом накидываем сколько угодно бит случайной энтропии. Но тут же начинаются вопросы. А какой системой ваша монетка? Из какого железа она сделана? Какого она номинала? Какой она валюты? Да и вообще, есть ли у вашей монетки лицензия соответствующего регулятора? Говорят, что в компании Cloudflare есть стена, уставленная лавалампами. И они используют ее в качестве источника физической энтропии. То есть делают фотографию раз в секунду, обрабатывают, получают там сколько-то случайных бит. Вот когда компания BloomTech вырастет, вырастет, станет очень большой, у меня в кабинете обязательно будет такая же. Но, скорее всего, просто для красоты. Потому что это и правда красиво. А использовать мы будем, как и сегодня, что-нибудь вот такое. Аппаратный датчик случайных чисел от сертифицированного производителя. Просто, понятно, надежно и, в общем, недорого. А главное, главное, есть бумага от уполномоченного органа, в которой написано, что энтропия у этого датчика правильная и благонадежная. И ответственность за это в некотором смысле лежит на этом уполномоченном органе. Поэтому все работает так, как надо. И никак иначе. Так, со случайностью мы разобрались. Теперь поговорим о том, что напрямую к свойствам безопасности не относится, но при этом влияет на саму возможность их своевременного выполнения. Я сознательно возвращаю этот слайд. Обратите внимание, здесь три банка, три прямоугольника, а стрелочек, соответственно, шесть. Если банка вылупит четыре, сколько было бы стрелочек? Три умножить на четыре, двенадцать. Если пять, то уже двадцать. Думаю, зависимость ясна, она квадратичная. Понятно, что если вы планируете пятью банками ограничиваться, в этом нет ничего плохого. Но банка в системе Российской Федерации триста двадцать семь. И вот если все они подключатся, мои проблемы поднимутся на совершенно иной уровень. Я буду очень-очень занят выбором лава-ламп в свой новый кабинет. Поэтому подумал о масштабируемости заранее. Вообще, вот этот обмен с случайными числами называется разделением секрета. И квадратичная зависимость раундов обмена от числа подключенных банков, ну, конечно, никуда не годится. Это не масштабируется, с этим надо что-то делать. И, скажем так, задачка немного со звездочкой. Пришлось подумать, сломать несколько копий, прежде чем мы пришли к тому, что назвали случайным разделением нуля. Идея здесь такая. Если немного пожонглировать задравками для генераторов случайных чисел, кстати, правильнее их называть псевдо-случайными функциями, то можно прийти к тому, что стороны смогут синхронно генерировать энтропию, случайные числа, сумма которых дает ноль. Тогда каждый банк сможет локально, вообще без обменов, сгенерировать случайное число, прибавить его к своей секретной метрике и получить то, что выглядит как случайный мусор и ведет себя как случайный мусор. Ну и поэтому является случайным мусором. Этот случайный мусор можно передать кому угодно, совершенно не опасаясь. Но если вот этот случайный мусор от каждого банка сложить в одну кучу, то вот этот случайный шум сам себя зануляет, анаглирует и в итоге остается сумма клиентских метрик. Очень удобно. Получается, что разделение секрета, алгоритм разделения секрета из квадратичного становится даже не линейным, он становится константом от единицы, потому что вот это вот маскирование случайными числами происходит вообще без обменов. Справедливости ради, надо сказать, чтобы вот это работало, нужна некоторая предварительная фаза, фаза инициализации, и вот на ней как раз количество обменов будет вполне секрадратичным. Но вот эта предварительная фаза выполняется очень редко, заряжает банки правильной энтропией, на которую они могут долго ехать и очень-очень быстро отвечать на вопросы друг друга. При этом свойства безопасности продолжают выполняться. Вернемся к нашим свойствам и посмотрим на свойства номер 3 и 4. Анонимность инициатора запроса и анонимность клиентов в запросе. Что это значит? Это значит, что банки, отвечая на запросы других банков, не должны определять источник этого запроса. То есть, когда банку прилетает запрос, он не должен знать, какой именно банк этот запрос отправил. Опять же, задача не очень простая, мы долго на ней думали и даже хотели, знаете, на каждый запрос строить из банков кольцо, в котором позиции последующего и предыдущего банка для каждого банка выбирается случайно. И почти получилось, потому что у кольца нет ни начала, ни конца, и вот там достаточно сложно определить, кто же был первым, но, к сожалению, мы нашли ряд атак, которые иногда приводили к нарушению вот этих свойств. Достаточно редко, но все равно. Говорить о безусловном выполнении свойств безопасности был нельзя. Поэтому, как ни крути, без третьей страны совсем не обойтись. Надеюсь, этот слайд достаточно наглядно иллюстрирует разницу между такой классической третьей страной и третьей страной в MPC. В нашем случае третья страна не получает и не может получить никаких банковских данных в открытом виде. У нас это исключительно сервисная функция, которая за собой, ну, как такой фасад, прячет источник запроса от тех, кто на него отвечает. Ну, и попутно занимается вот оргистровкой работы распределенной сети, там, хелфчеки, доступность, вот это все. Поэтому наша третья страна называется оператор. Вот. И банк, делая запрос, отправляет его не банком-партнером напрямую, а оператору. И получается, вот, оператор прячет за собой банк-источник запроса от банков-ответчиков. Ну, и это еще не все, потому что здесь на сцену выходит свойство номер 4, которое гласит, что оператор не должен ничего узнавать о физических лицах, в отношении которых банки выполняют свои запросы. Поэтому вся клиентская информация в запросах шифруется, ключи от этого шифра есть только у банков, и только банки могут его расшифровать. А оператор просто прикладывает зашифрованные сообщения от банков и обратно. И очень важно заметить, что вот этот оператор является таким же источником системы, как и банки, поэтому он учтен в модели нарушителя и модели угроз, никак не влияет на выполнение свойств безопасности, а скорее, напротив, способствует их безусловному соблюдению. Так, у нас остается последнее свойство, оно называется конфиденциальность результата, и это значит, что ни один банк, кроме банка-инициатора запросов, не должен получать ответ на этот запрос. Другими словами, значения агрегированных метрик должны быть доступны только тому банку, который их запросил. Ну, учитывая все, что было сказано до этого, сделать это достаточно легко. Пусть банк, который делает запрос, никому не передает свои собственные метрики и свои собственные случайные маски, а банки, которые на этот запрос отвечают, пусть передают. Я уже говорил, что вот эти замаскированные банковские метрики это просто мусор. Но, чтобы результат обрел смысл, чтобы открыть результат, нужно все части этого результата собрать вместе. Все до единой, включая ту, которую у нас банк-инициатор придержал. Но так как именно этот банк является потребителем этого результата, сборка происходит именно у него. Он получает мусор от других банков, складывает его в одну кучу, кладет сверху свой собственный и неожиданным образом открывается сумма клиентских метрик. Получается, банк-инициатор запроса становится единственным, кто получает результат. Свойство номер пять тоже исполняется. В сухом остатке. В сухом остатке скоринговая инфраструктура Бунтеч – это распределенная децентрализованная система, участниками которой являются банки и оператор. Оператор выполняет сервисную функцию, не получает никакого доступа к банковским данным и ни в коем случае их не консолидирует. Банки полностью контролируют собственные данные, не передают их третьим лицам, но при этом увеличивают их аналитический потенциал за счет данных других банков. Еще можно сказать, что скоринговая инфраструктура Бунтеч – это такая распределенная вычислительная сеть, доверие в которой обеспечивается математическим протоколом. Почему это круто? Ну, во-первых, потому что это готовое продакшн-рэйди решение, которое может масштабироваться на сотни банков. И гарантировать выполнение вот этих пяти свойств безопасности, которых мы поговорили в условиях текущих моделей нарушителя и угроз. Я не говорю, что реализация от Бунтеч единственно возможная, но без ложной скромности, без ложной скромности это единственная известная мне на сегодняшний момент система такого класса. Более того, у нас есть бумага от, скажем так, известной компании разработчика средств криптографической защиты информации, у которой есть все лицензии и огромный опыт в анализе протоколов. И вот эта бумага заключения гласит, что протокол Бунтеч обеспечивает выполнение пяти свойств безопасности в рамках модели угроза, модели нарушителя, а программная реализация Бунтеч полностью соответствует описанному протоколу. Вот эта работа с этой компанией разработчиком СКЗИ была очень длинной, долгой, непростой и ее результатом мы прям гордимся, гордимся. Дальше. Очень хотелось бы обратить ваше внимание на следующее. Некоторые люди, скажем так, склонны к некоторому упрощению и называют происходящее обменом данных. Вот я вынужден настаивать, вынужден настаивать, что это не обмен данными. Это категория высшего порядка, это совместное использование данных. Потому что обмена данными в привычном смысле здесь не происходит. Никто никому свои данные не передает и нигде их не консолидирует. И это не просто слова, это доказанный математический факт. Поэтому, друзья, доверяйте математике, но не чужому авторитету, потому что в математике не бывает форс-мажоров. На этом у меня все. И могу ответить на ваши вопросы. Спасибо большое за доклад. Очень интересно. Неожиданно с какими трудностями на самом деле можно столкнуться, когда решаешь вроде бы такую очевидную в человеческом понимании задачу. В человеческом понимании, да. Да, да. Это важная оговорка, потому как когда узнаешь о всех требованиях к системе, это становится уже неочевидным решением. Друзья, задавайте ваши вопросы. Помним, да, что у нас подарки. Да. Прости, их две, да, футболки? Две, да. Две футболки, два подарка. Ну, два лучших вопроса. Извиняюсь, может быть, не услышал. Последовательность, которая в сумме равна нулю, элементы, которые каждый имеет банк, прибавляет к своему значению, чтобы потом это мусорное, тот, кто запрашивал, вычел, и, ну, да. Кто генерирует эту последовательность? Сами банки. Смотрите, там есть, как я уже сказал, фаза инсуализации, она выполняется достаточно редко, ну, там, условно говоря, раз в месяц. И вот в пределах этой фазы банки обмениваются между собой некоторым криптоматериалом, который потом используется как затравка для генераторов случайных чисел. Но в этом криптоматериале есть некоторая закономерность, которая как раз и позволяет синхронно генерировать случайные числа, которые всегда в сумме будут давать ноль. Но при этом по отдельности они абсолютно случайные. Если вы вот это одно случайное число прибавляете к какому-то своему секрету, то в итоге получается высоконтропийный мусор. Передавайте кому хотите, достать его оттуда невозможно. Я понял, спасибо. Вот тут вот вопрос, и потом. Хорошо. У меня есть двух частей вопрос, если можно. Первая часть такая, больше про проблематику. Вот есть такой институт, как Бюро кредитных историй, получается, что он уже достаточно давно существует, и можно объяснить, где вы относительно друг друга, потому что он уже есть, банки уже туда что-то передают, то есть, соответственно, минуса они уже умеют контролировать, каким-то образом ими обмениваться. И вторая часть вопроса, это, соответственно, про 350 банков, которые из России. Какое количество людей, у которых чувствительное количество денег в нескольких банках? Ну, потому что я беру себя как целевую аудиторию, у меня там один банк, где у меня деньги, и два, где еще счета тысячи рублей лежат. Сколько людей, кому это действительно актуально, что у них в пяти, в десяти банках есть чувствительная сумма, чтобы вот так опрашивать 350 контрагентов? Часть номер один, кредитное бюро. Вы совершенно правы, институт существует, существует достаточно давно, сегодня он представлен тремя крупными кредитными бюро, маленькими хвостами от кредитных бюро. Я не хочу их критиковать или ругать, мы движемся совершенно параллельно, потому что, во-первых, мы не трогаем кредитные счета. Вот все, что я рассказывал, касается только счетов 418-17, это обычные дебетовые счета. Почему с ними нельзя сделать так, как можно сделать кредитным бюро, потому что они регулируются строже. То есть, просто нельзя взять и какой-нибудь, ну, кредитное бюро, вы понимаете, это классический пример централизации, то есть, как раз второй или третий слайд, который у меня был. Давайте все сложим в одно место и все будет работать. Во-первых, будет, но есть нюансы. С дебетовыми считаем так делать нельзя. Кредитное бюро достаточно долго протаскивали в федеральный сочетаться. Вот. Я считаю, что мы не конкурируем, по крайней мере, пока. И, честно говоря, не хотим с ними конкурировать, у них своя ниша, у нас своя. Теперь ваш второй вопрос. Ну, насколько мне известно, мы смотрели статистику в среднем в России у среднестатистического россиянина 2,7 банка. Но продолжу вашу идею, что ничего страшного, если у вас у кого-то всего один банк, то есть вы все равно для этой системы очень ценный клиент, потому что разное может случиться, бывают разные жизненные ситуации, и вы можете прийти за кредитом в какой-нибудь другой банк, который про вас ничего не знает. Если откинуть зеленый, синий и красный банки, то сколько останется людей, у которых все остальное. То есть у меня ощущение внутреннее, что есть 3-4 банка, которые действительно, ну еще желтые, и остальные, это... Давайте так, мы можем откинуть, ну пока можем откинуть зеленый и синий, остальные мы откидывать не будем, они так или иначе здесь. Поэтому, ну там есть потенциал. А про зеленый и синий, опять же, можно добавить, что огромное количество людей, я не буду называть цифры, но это прям значимый процент клиентов этих банков совершают в месяц ровно 4 транзакции. Пришла зарплата, ушла в желтый банк. Пришел аванс, ушел в желтый банк. Все. И таким образом все эти деньги в системе будут вычлены. Несмотря на то, что желтого, простите, зеленого у нас нет. Спасибо. Дай, пожалуйста, Право от тебя. Спасибо большое за доклад. У меня есть такой вопрос. Из вашего доклада понятно, что эффективность метрики, которую вы собираете, напрямую зависит от количества банков, которые заинтересованы в подключении к данной системе. Какое количество банков в данный момент заинтересовано в этом? И второй вопрос. Оператором, как я понимаю, является Бумтеч. Возможно ли развернуть, скажем так, операторскую инфраструктуру, например, на платформе другой организации, например, в другой стране? Отвечая на первую часть вопроса, сколько банков заинтересовано? Заинтересовано 20. Какая-то часть уже какие-то работы проделала по интеграции, активный интерес есть от 20. Мы сейчас оперировали с молодым человеком с цветами, зеленого, синего нет. Остальные более-менее есть. Но смешать получится коричневый. Так, второй вопрос. Да, оператором является Бумтеч, но нет, кажется, никаких препятствий. Любая другая компания может проделать то же самое упражнение. Я неспроста, когда говорил, когда начинался доклад, сказал, что это не просто какая-то штука, которая сделала Бумтеч. Это целый класс систем, которые допускают разные-разные реализации. Этот класс систем более-менее формализован в рамках модели грозного нарушителя. Есть 5 свой безопасности. Если вам удастся их выполнить в рамках этих моделей и доказать, что они выполняются, вы получите конвенциальную скоринговую инструктуру, которая может совсем по-другому работать. Ну и в целом Бумтеч не против, если, скажем так, я правильно понял ваш вопрос, запускать это где-то в другой стране, если она, конечно, является дружественной. Так, вот там есть вопросы. Помоги, пожалуйста. А пока я передаю микрофон, вот можно вопрос от меня. Сейчас банки прорабатывают открытые IP и фактически тоже будут обмениваться данными. Вы тут конкурируете? Ну да, вот давайте так. Мы прямо очень сильно на самом деле конкурируем с AFTS, с открытыми IP, и у нас даже была некоторая заруба на уровне центрального банка. мы, скажем так, одержали крепкую моральную победу. Давайте мы назовем это так. Но давайте был такой мудрый китайский правитель, который сказал, пусть цветут сто цветов. Вот пусть так и будет. Ну конкурируем, значит конкурируем. Пользователь хочет он, чтобы на открытой IP пользователь вроде должен дать разрешение. Совершенно верно. Пользователь может выбрать международной защищать. Каждому банку, из которого, знаете, данные будут. Каждому финансовому сервису даже. Совершенно верно. Вот. Ну или, например, может быть, AFT сможет выполнить вот эти пять свойств безопасности и построить систему, в которой это будет не нужно. Ну если они это смогут сделать, ну прекрасно. Я пойду к ним работать. Прикольно. Спасибо. у нас там вопрос еще. Добрый день. Спасибо за интересный доклад. Вопрос следующий. Что будет, если сумма полученных случайных последовательностей не сойдется? Например, по причине того, если один из банков не сможет передать вот это случайное слагаемое. Например, в результате хакерской атаки либо каких-то технических проблем. в этом случае сумма ну не сойдется и не будет равна нулю, насколько я понял. И, соответственно, вытекая из этого, вероятность безотказной работы этой системы будет зависеть от произведения вероятностей безотказной работы каждого банка. все совершенно так. Ну, сумма не сойдется. Получится какое-то совершенно бредовое число огромное, потому что вот эти случайные маски это большие числа. Ну, то есть, ну, крайне маловероятно, что там какой-то суммарный банковский баланс у человека будет там минус несколько миллиардов. Соответственно, ошибка будет выявлена. Такое бывает. Ошибки случаются. По поводу вероятности, перемножения вероятности, то есть, общий слой системы это будет умножение вероятности отказа каждого из банков. Это так, поэтому мы стараемся выстраивать эту систему с высоким уровнем резервирования. Других способов я не знаю, магии, к сожалению, не существует. Спасибо большое. Здравствуйте, можно следующий вопрос? Я являюсь представителем одного из банков, которых вы как раз назвали, что с вами не участвуют с вашим продуктом соответственно незнакомы. Сейчас после доклада договоритесь, да? Возможно. Только погромче, пожалуйста. Вопрос следующий. Получается, исходя из вашей модели, достоверный результат будет получен только в том случае, если все банки, которые у нас на территории России есть, будут, собственно, синтегрированы с вашей системой и данные вам передавать. Если их количество будет там 10-5%, то, соответственно, и конечный результат будет с очень большой погрешностью собираться. Планируете ли вы с этим что-то сделать? Как вы новых клиентов привлекаете? И в банке-то в чем выигрывают, кроме как альтернативный вариант сбора информации для сбора скоринговых данных? Большой вопрос. Опять же, по порядку. Наверное, с конца. В чем выигрывают банки? Я вообще не банкир. То есть я не знаю, как именно строятся банковские скоринговые модели, но видя тот интерес, который проявляют банки к этой системе, более того, вот сегодня вспоминали про открытые апии, есть еще один у нас недавно появившийся конкурент, который предлагает решать ту же задачу, ну, в общем, совсем другим, гораздо более инвазивным способом. И из этого мы делаем вывод, что штука нужная. Штука нужная, и банки лучше меня знают, как эти данные использовать. по поводу привлечения новых банков, ну, я прямо сейчас этим занимаюсь, ну, как и все, продаем. По поводу погрешности результата, ну, смотрите, вот опять же, вспоминая вопрос человека в красном свитере, про, там, вот не будет у вас синего, не будет у вас зеленого, у вас не будет ничего, ну, а вы говорите, ну, будет у вас 10% банков, и у вас, ну, сколько у вас будет, я не знаю. То есть, все зависит от объема этих банков, подключенных к системе, от общих их клиентских баз, как они пересекаются, ну, и в любом случае кажется, что что-то лучше, чем ничего. Опять же, вот эти суммы, которые получают банки, но они же потом как-то их кладут в какие-то модели машинного обучения с какими-то коэффициентами, которые сглаживают этот результат и все равно получают что-то статистически значимое. Мы видим это так. Ну, понятно, что в идеале, конечно, больше банков ценнее информация в системе, больше денег мы заработали, но это наша главная цель. Ну, скорее, это, наверное, какой-то альтернативный транспорт OpenIP, который как раз-таки разрабатывается, потому что явно много пользователей будут отказываться делиться своими данными с другими финансовыми сервисами, делиться какой-то, ну, то есть, там, вариантов же много, и как раз-таки делиться именно какой-то конфиденциальной информацией, которая, ну, там, статистически значима, но не раскрывает, как раз-таки, ну, там, доказано математически, что не раскрывает, как бы, персональные какие-то данные, и ее невозможно восстановить. Кажется, это просто вот этот альтернативный путь, который однозначно в какой-то момент точно выстрелит. Ну, я бы, вот, кстати, не стал говорить, что это альтернатива OpenAP, потому что OpenAP, ну, как я вижу, OpenAP, это скорее, скажем так, B2C-шная история, B2C-шная история, которая направлена на меня как клиента. Какой-нибудь производитель приложений для мобильного телефона сделает классную аппу, которая агрегирует в себе все мои банковские счета. То есть у меня сейчас есть желтое приложение, красное приложение в телефоне, и еще одно желтое приложение в телефоне есть. А денег-то сколько? Да, и вот, ну, неудобно. А так будет, типа, какое-то одно. Но, опять же, таргет в этой системе буду я как клиент. А это исключительно B2C-шная штука? Нет, но это транспорт. Ну, про это мы тоже думали, что это, наверное, может использоваться как транспорт к OpenAP, ну, там, какой-то части OpenAP, потому что OpenAP штука достаточно развесистая. Там огромное количество разных функций. можно еще дополнить вопрос, точнее, продолжить его. Считали ли вы, какое количество банков нужно синтегрировать с вашей системой, чтобы получить действительно приближенное к целевому значению целевый показатель? Давайте отвечу на этот вопрос так. Мы два года назад проводили упражнение, которое мы называли «Оценка хитрита». Там в этом упражнении участвовали четыре банка. Я, к сожалению, не буду сейчас не уверен, что могу назвать их названия, но опять же цветами. Было два желтых, был один красный и один такой уральский. Вот. На этих четырех банках у нас хитрейт получился в 37%. То есть эксперимент был поставлен таким образом, что мы, условно говоря, берем случайного прохожего на улице и смотрим, с какой вероятностью у него вот в этих четырех банках будет хотя бы, ну хотя бы в одном из них будет счет. И вот получилось 37%. Вот этот эксперимент дал очень сильно толчок иному проекту, потому что никто не верил, все думали, что там хитрее будет, ну болтаться где-нибудь не ниже там 10%, а получил 37%. Поэтому вот уже, ну опять же, еще раз, я не банкир и не могу какие-то вот прям такие экспертные суждения выносить, но по мнению банкиров вот из этих четырех банков это хорошо. То есть это значимый результат, который как-то повлияет на их основном бизнесе. Здравствуйте. У меня, ну помимо вопроса, еще небольшая ремарка. Меня немного веселит фраза «математика, точная наука», учитывая, что уже не одно столетие существуют многие проблемы, так называемые три слабых места математики. И тот факт, что, ну, с математикой работают все-таки машины, которые, которым довольно достаточно тяжело работать с числами, как люди аналитические. не сказать, что невозможно, кто знает, куда там повернет искусственный интеллект, учитывая, что даже в текущей ситуации многие профессора признаются, что они не до конца могут построить математическую модель всех процессов. И касательно вопроса, дело в том, что я подошел не сразу, уже ближе к концу презентации, и мне, как человеку, довольно тесно связанному с математикой, интересно на сложности решения какой именно задачи и основанной безопасности вашей системы. Я, к сожалению, вас не вижу. Я здесь. Кто сдал? А, вы здесь. Так, опять же, вопрос большой из разных частей, и я сейчас попробую как-то порассуждать и на него ответить. Значит, я понял, что вам не понравился этот маркетинговый слоган, но он просто маркетинговый, не обращайте на него какого-то там внимания. Он здесь просто для того, чтобы подчеркнуть ту идею, что лучше так, чем просто складывать все в одну корзину, как у нас обычные дела. Здесь есть вопрос, в чем, какую альтернативу можно предложить? это как раз я хотел вам задать в ответ, а предложите лучше. Что-то точнее математики? Ну, к сожалению, человечество пока такого не придумало. Вот вы ответили на свой вопрос. То есть я прожил почти 40 лет и доверяю только вот этому и больше пока ничему. И в целом, ну, как-то получается. И думаю, что я продолжу делать так же и впредь. по поводу вот вашего другого вопроса про сложность, на сложности какой задачи основана криптографическая стойкость вот этого всего дела, ну, разную, потому что там разные криптографии используются. Если говорить вот не, ну, прям про наш ноу-хау, про вот эти вот совместные конвенциальные вычисления, ну, вы видели, что там, в принципе, ну, я даже не знаю, как ответить. То есть вы берете случайное число, прибавляете его к какому-то другому числу и получаете случайное число. Если я, ну, смотрите, небольшой криптограф, если я не ошибаюсь, по-моему, это называется статистический гарантия безопасности, потому что это не шифр. Вы ничего не зашифровали, его, ну, вам бессмысленно расшифровывать. Вы получили что-то, что статистически неотличимо от чего от другого. Спасибо. Наверное, у нас со временем на последний вопрос. Я первую руку вот тут увидел, второй ряд. Нужно в микрофон, потому что у нас... Опять же, возвращаясь к математике, складывается впечатление, что у вас в результате какой-то хитрой криптографии получается что-то наподобие распределенного генератора псевдослучайных чисел. Тут не кроется каких-то потенциальных угроз сказать угроз. Угроз безопасности, да. Давайте так. Вот подтвержденные свойства безопасности их подтвердила компания, которая занимается разработкой систем криптозащиты информации, в том числе генераторов случайных чисел. У меня на картинке был генератор, но не от этого производителя, но это тоже производит. Они полгода исследовали наш протокол, находили атаки, мы их соправляли и это продолжалось, как я уже сказал, достаточно долго, в результате мы получили заключение, что все хорошо. Поэтому, я разработчик этой системы, я ее продавец, я на этом зарабатываю деньги, поэтому если я начну вас убеждать, ты что вы, как можно, ни в коем случае. Поэтому мы получаем независимое подтверждение и в перспективе думаем получить еще более серьезное подтверждение от всем известного регулятора, который занимается в России регулирует разработку средств криптозащитной информации. Ну, тут как бы вопрос не столько о подтверждении от регулятора, сколько о фундаментальном случае. Фундаментально в основе алгоритмов лежит великая китайская теорема, которой все пользуются в целом в криптографии. И это на самом деле математика, она довольно, ну, насколько я знаю, она, ну, существует уже несколько, наверное, в районе сотни лет теории чисел. Вот это уже интереснее. Ну, вот видите, ответили даже лучше, чем я. Саша, спасибо большое. Пожалуйста. Я менеджер, я поэтому, когда спрашивают про математики, нужно теряться. Поэтому мы всегда поддержать, помочь. Да. Давайте тогда получим. Лучший вопрос. Ну, лучший вопрос оба про математику. То есть, те вопросы, на которые мне было сложнее всего отвечать. Последние два. Вот там молодой человек стоит и вот сидит. Да, давайте поблагодарим Петра за его доклад. Спасибо. Спасибо вам большое. Желаем ему скорее обрести стену с лавами и лампами. Да, друзья, на этом наша программа продолжается. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok